Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Мы занимаемся выращиванием винограда более 10 лет. Наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм, и нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы вновь разговариваем про проращивание черенков, точнее уже даже не про проращивание, а скажем так, про уход за укорененными черенками и разбираем такой вопрос. Нужно ли убирать зеленые части, ну как правило это при проращивании на воде, сколько убирать побегов, сколько оставлять и вообще нужно ли это делать. Много возникает вопросов, много есть разных мнений и сегодня мы это все с вами разберем. Вот когда я показывала примеры укоренения на воде, показывала, что что-то укореняется, что-то не укореняется, много было комментариев, ой, вот это надо убирать, вот это надо убирать, вот это надо убирать. В начале видео я сказала, да, мы занимаемся выращиванием винограда более 10 лет. Мы прорастили не одну тысячу черенков. И я четко знаю, что я делаю, да, что действительно нужно убирать и что не нужно убирать. Если я чего-то не убираю, я делаю это сознательно. И смотрите, когда вот опять же кто-то пишет, надо убирать зеленый побег, надо его прищипнуть, мол, из-за этого вы не умеете укоренять, из-за этого вас не укоренять. Вот смотрите, в баночке большой хороший побег и хорошие корни. Вот в этой баночке, ну, просто они расставлены, так, да, здесь укоренившиеся, здесь не укоренившиеся. Тоже с зелеными побегами, ну, вот, например, да, нет корней. Если бы дело было только вот в выломке, либо не в выломке, да, то не укоренялось бы все. Но в одинаковых условиях, при прочих равных, они укореняются, другие нет. Нужно ли вообще что-то обламывать? Смотрите, если мы видим, что у нас корни есть, корни пошли, напоминаю, при проращивании в воде нормальный срок для укоренения 30 плюс-минус пару дней. Как бы, если вот до 30 дней у вас ничего не появилось, ну, это не особо страшно. Уже когда 35 и более, возможно, какие-то будут на то причины. Так вот, если корни есть, здесь работает принцип, не мешай машине ездить, не надо ничего убирать. Если корней нету, ну, вот как в этом случае, да, да, тогда есть смысл задуматься. Но, что я рекомендую, ни в коем случае не выламывать полностью побеги, а просто прищипнуть саму-самую верхушку. Тоже там кто-то над четвертым листиком, над пятым, над седьматым. Не, ну, еще раз, не мешайте машине ездить. Прищипнули верхушечку. Ну, смотрите, здесь у нас два побега, да. В принципе, по силе роста одинаковых. Мы потом еще поговорим чуть позже, какие беги выламывать, какие оставлять. Вот здесь два. Корней нету. Здесь уже более 30 дней. Ну, я рассказывала в прошлом видео. Я показывала эксперимент с длительной вымочкой. Вот это черенки, которые были на длительной вымочке. И вот с ними какие-то есть проблемы. То есть в данном случае мы можем один побег удалить. Ну, они тут, конечно, плюс-минус одинаковые. Ну, я удалю вот этот, который чуть поменьше. А вот этот самую верхушечку прищипну. Вот, самую-самую. Ну, кстати, не факт, что это даст какой-то эффект. Об этом говорят. Но я, по крайней мере, не видела, чтобы кто-то вот показал, что все, как только мы прищипнули, да, у нас там все укоренилось. Нужно ли убирать грозди? Тоже, когда я показывала какие-то баночки. Ай-яй-яй, нужно убирать грозди. Ну, вообще-то нужно. Но если вы их не уберете, ничего страшного. Ну, эти грозди, они потом просто отсыхают. Растение не может их вытянуть. Покажу. Вот здесь. Приблизимся к камере. Вот. Вот это вот была гроздачка. Все, она отсохла. Ну, то есть можно было, конечно, ее убрать. Но, опять же, я всегда проращиваю, показываю проращивание черенков в таких вот, ну, неидеальных условиях. Когда у нас мы укореняем, ну, даже два десятка тухоней, там каждый раз чего-то вот прищипывать, обламывать. При этом, ну, у нас еще куча, может быть, всяких других дел, да, не всегда имеет смысл. Кроме того, при хороших условиях, при правильном уходе, грозди можно не только не прищипывать, да, можно еще и получить урожай в первый год. И мы это видели не раз. При этом прекрасно вызревает лоза, получается хороший крепкий саженец. Не советую повторять, потому что для этого нужны определенные знания, да, и создание определенных условий. Ну, а если вы вот не прищипнете гроздочку, ну, вообще ничего страшного, на самом деле, не произойдет. Если черенок должен укорениться, то он укоренится. Если он, ну, у него проблемы с укоренением, то не факт, что это поможет. У нас, кстати, тоже много раз и уже высажены в стаканчиках череночки, вплоть до зацветали, завязывали ягодки, потом все это отсыхало. Конечно, лучше грозди все-таки убирать, но если вы этого не сделаете, вообще ничего критичного не случится. Вот на молодых растениях они отсыхают. И отсыхают довольно быстро, поэтому, ну, я вам показывала, да, маленькая совсем, она не успевает вытянуть какие-то там питательные вещества. Да. Дальше, если у нас на черенке проснулось две почки, что убирать, что удалять. Будем сейчас смотреть на примерах. Вот здесь, да, четко видно, одна, один побег большой, хороший, второй маленький. И видно, что растение не совсем тянет эти два побега, поэтому вот этот маленький есть смысл убрать, он более слабый. И вот в данном конкретном случае он, ну, скажем так, является паразитом. Поэтому его убираем. Дальше, смотрите, вот здесь у нас один побег, но, видите, вот этот побег основной, это, кстати, пасынок. Вообще интересно, в этом сезоне я, ну, вот впервые такое вижу, массовое явление, когда вот на таких побежиках уже идут пасынки. И пасынки не маленькие. И это, ну, вот у меня сейчас в руках зилга. До этого я показывала видео, я двигаю галюнаса, или галюнаса, как правильно. Так вот там тоже ровненько такая же картина. Очень хорошо идут пасынки, и они практически становятся одинаковыми с основным побегом. Вот, кстати, тоже, да, видно. Вот это были гроздочки, вот они отсохли. Так вот, вот у нас есть основной побег и двойничок, даже и тройничок. Вот это, конечно, вот это обязательно убирать. Из одного, из одной точки должен расти один побег. Стоит ли прищипывать этот пасынок? Да, можно прищипнуть, чтобы у нас была, скажем так, одна точка роста, да, и наша задача ведь вырастить один красивый побег. Так, вот, чуть-чуть самую верхушечку мы прищипнули. Смотрите, здесь ситуация. Два побега практически одинаковых. Ну, плюс-минус. Корешки, кстати, тоже есть. Да? Вопреки. Как это так? Я побеги не выломала, корешки получились. Так вот, вот такие я бы не рекомендовала. Можно здесь что-то выламывать, что-то прищипывать, все-таки оставить. А дальше наблюдать. Если мы видим, что рост затормозился, вот, корешки, да, мы высадили в землю первые, там, недели-две, он будет, может привыкать, он может стоять на месте, затем должен пойти в рост. Если мы видим, что растение в рост не идет, оно также стоит на месте, тогда есть смысл один побег убрать. Либо прищипнуть, поскольку они тут плюс-минус одинаковые, тогда один прищипнуть, который более слабый. С одной стороны, у винограда есть такая штука, как полярность вертикальная, и верхние побеги, они должны расти лучше. Но, видим здесь, что верхний растет чуть-чуть слабее, чем нижний. Поэтому, вот, здесь наша задача оставить лучшее и убрать, либо прищипнуть более слабое. Вот, смотрите, здесь такая же ситуация. Нижний чуть лучше, верхний чуть хуже, но они примерно одинаковые. На этом черенке у нас корней нету, поэтому один побег однозначно надо убрать так. А второй, больше 30 дней, напомню, корешков нету. Можно прищипнуть. Если бы корешки были, мы бы оставили оба. Вот еще пример. Вот здесь уже классика. Хотя тоже корней нету, но их нет здесь. По другим причинам. Это все ставлено было, грубо говоря, в один день. Это все один сорт. Это все одни и те же черенки, да, но вот одни укоренились, другие нет. Причина здесь не в побегах. И здесь классика. Верхний побег крупнее, нижний чуть слабее, но разница небольшая. Поэтому, ну, здесь-то корней нет, и мы оставим что-то одно. Но если бы корешки были, то оставляем оба побега. А дальше наблюдаем. Видим отставание в росте. Сильное, значительное, значит слабо прищипываем. Видим, есть проблемы, мы с ними работаем. Если растение может это тянуть, а поверьте, во многих случаях оно может, то лучше оставить. Еще есть такой момент, когда мы дома все проращиваем в стаканчиках, потом высаживаем в открытый грунт, даже при транспортировке, при высадке побег можно обломать. И, ну, в теории, да, что-то должно пойти из замещающей почки, но может не пойти. Именно поэтому, ну, по крайней мере, до момента высадки в открытый грунт, до момента, когда эти уже молодые саженцы привыкнут к новому месту, лучше все-таки иметь два побега. Потому что практика показывает, что обломать и можно не получить ничего. Точно так же, вот корней нету, есть рекомендация, всю зеленку выламывать, ну, выломаете и тоже можете получить ничего. Поэтому лично мы, основываясь на нашем опыте, такого делать не рекомендуем. Также можно услышать рекомендации, что как раз-таки наоборот, надо оставить более слабую. Ну, слушайте, включаем логическое мышление. Зачем наша задача всегда оставлять более сильное? Потому что оно сильнее тянет энергию, ну, так не факт, что слабое его тянет. Понимаете, если сильное вот оно есть, то оно все-таки есть. А слабое потому и слабое, что, ну, оно не может нормально расти и развиваться. И вот в таком случае, когда верхний побег сильнее нижнего, это вообще норма. Так и должно быть. Вот это больше исключение. Напомню, полярность. И вот здесь, ну, как бы логично было бы убрать вот этот побег, например, и оставить этот поменьше, но он выше. То есть он может быть потому и маленький, потому что этот ему мешает. Но с другой стороны, вот видим обратную ситуацию. То есть, опять же, понимаете, наука и теория говорит одно, но на практике вот таких вот отклонений от, казалось бы, разумного и правильного достаточно много. И поэтому, как бы, наши рекомендации, наш опыт говорит о том, что даже вот при такой ситуации, если мы принимаем решение что-то убирать, что-то прищипывать, то мы прищипываем более слабое, а оставляем более сильное. Смотрите, вот еще примерчик. Такой очень показательный. Во-первых, это у нас двойничок. Да, то есть двойничка быть не должно, я вам уже говорила. Во-вторых, опять же, как вот... Вроде были у нас побежики, да, все нормально. Как понять, что все-таки растение не тянет. Все стоит в воде, да, в одинаковых условиях. Смотрите, здесь листики, ну, они нормальные, да, они все живые, зелененькие. Здесь, видите, да, лист пошел сохнуть. То есть здесь явно идет нехватка всего. Вот здесь, что убирать, что оставлять. Смотрите, у них разная длина. Да, ну, один видим такой толстенький, а второй тоненький. Дальше смотрим состояние. У этого вот листики живые, ну, более-менее. А у этого уже начинают подсыхать. То есть вот здесь, ну, руководствуйтесь тем, какой более живой. То есть вроде это тоньше, да, но длиннее. Это толстенький, но вот если бы у него были хорошие листики, я бы оставила толстенький. Но у него, вот, да, его состояние сейчас хуже, поэтому я убираю его и оставляю вот это длинный. То есть обращайте внимание именно на состояние бегов. И вот если вы видите, что все начинают листики сохнуть, тогда принимаем меры. Причем, смотрите, если у нас уже высажены, то есть есть корни, высажены наши саженцы в грунт, и мы видим, что идут сохнуть листики, это может быть не недостаток питания, это может быть проблема с корнями, это может быть переливы, недоливы и все прочее. То есть тоже имейте это в виду. Но в любом случае, если растение нам сигнализирует, что ему плохо, значит мы лишнее убираем. Если показывает, что все хорошо, значит все хорошо, и не надо лишнее его трогать. Вот, кстати, смотрите, очень интересный пример. Здесь, кстати, корешки. Два побега. И обратите внимание, у этого побега пасынок, вот я вам говорила, да, что в этом году какая-то очень интересная история с пасынками. Пасынок даже больше, чем основной побег. Ну, реально, вот я многое переведела, но чтобы вот так и массово это было, причем на разных сортах, встречаю впервые. Что делать в таком случае? Пасынок убирать, ну, вообще, вот здесь надо оставить что-то одно, кого-то одного. Какими принципами руководствоваться? Вот, как я показала в предыдущем случае. Состояние. Здесь вроде бы все хорошо, и поэтому логично оставить основной побег. Но в некоторых случаях было, что я оставляла именно пасынок. Когда вот здесь, например, листики какие-то помятые, да, какие-то подсохшие, тогда я подрезала и оставляла пасынок. Еще в каком случае? Если очень-очень длинный, он, ну, вот здесь, да, он такой коренастенький, а пасынок тоненький, а бывает, что этот побег такой очень длинный, тонкий, мы понимаем, что нам неудобно его растить, нам неудобно будет его высаживать. В таком случае мы прищипываем на побег и оставляем только пасынок. То есть при любом прищипывании, выщипывании мы должны руководствоваться здравым смыслом. И смотрите, кстати, у этого черенка, тут он длинный, 4 почки, еще почка пытается проблуждаться, вот ее можно убирать даже в таком состоянии, она точно здесь лишняя, абсолютно не нужна. Так, пасынок этот мы с вами говорили, мы его прищипнем. И вот эту почку, хотя он с корешками, то есть пока что можно оставить. Была бы она несколько меньше, мы бы ее убирали. То есть вообще еще раз повторю, верхний побег больше по размеру, это норма. Так должно быть, хотя бывают отклонения. Оставляем всегда все самое сильное. Просто слышала однажды рекомендацию, что надо вот большое убрать, причем верхнее, а оставить здесь маленькое. Недоразвитая зачем? Не надо так делать. Еще раз, оставляем всегда лучшее. И смотрите, как бывает, бывает иногда, что из почки просто вылазит один листик. Вот такие мы вообще убираем, потому что это недоразвитые почки. Как правило, там этот один-два листика, и будет, там нет точки роста, она не может нормально развиваться. Если такое увидели, то мы однозначно убираем и оставляем только хорошие побеги. Почему такое бывает? Для некоторых сортов это характерно. Такое часто, например, у Велеса встречается. Имейте это в виду. Это, опять же, неплохой черенок, неплохой продавец, просто это особенности сорта, и ни один специалист в мире и продавец не сможет вам просканировать черенок, посмотреть, вылезет с него нормально, почка, либо вот такая вот недоразвитая. То есть для некоторых сортов это более характерно, чем для других. Поэтому имейте это в виду. Вот так это может выглядеть. Здесь, конечно, это прививка. И здесь причины другие, но просто внешне, внешне, вот так вот может выглядеть почка. Один листик, а дальше непонятно что. Вот такие побеги, почки, ну, как правило, ничего хорошего с них не бывает. И их есть смысл удалять. Если у нас вообще других никаких почек нету на черенке, тогда можно подержать. Если видим, что есть нормально развитый побег, то вот такое на удаление. И еще к вопросу, убирать, не убирать. Смотрите, опять же, вот два побега и на верхнем, вот, один пасынок и второй пасынок. Если так идет рост пасынков, то, в общем-то, это тоже говорит о том, что растению всего хватает. Тут, кстати, корешки есть. И точно убирать ничего не нужно. Итак, подводим итоги нашего сегодняшнего разговора. Без нужды, без необходимости ничего убирать не нужно. Если кто-то считает по-другому, пожалуйста, считайте, ваше право. Можете у себя убирать все, что угодно, прищипывать все, что угодно и удалять все, что угодно и вообще верить в то, что вы хотите верить. Наш многолетний опыт говорит о том, что без нужды ничего убирать не нужно. И даже сегодня я вам показывала множество примеров. Вот. И с большой зеленкой, и с пасынками, и со всем, и с корнями, да. И никак вот то, что мы где-то чего-то убирали, прищипывали, оно не сказывается. Если бы это сказывалось, то, извините, не укоренялось бы ничего. Вот поперла зеленка, да, и корней бы не появилось. Но в одних случаях появляется даже с большой зеленкой, в других случаях даже с маленькой не появляется. О чем это говорит? О том, что эти события между собой не связаны. Тем не менее, нет корней, да, есть какие-то сомнения, можно верхушечки прищипнуть. Не считаем листики, не считаем там чего-то, просто саму верхушечку прищипываем. Точно так же с побегами. Смотрим слабо-сильно, да, сильно растение тянет, оставляем. Не тянет, убираем. Вообще растение нам очень много чего подсказывает. И если мы научимся всего лишь наблюдать и делать правильные выводы, то выращивать виноград нам будет удовольствие. Потому что вот щеренка он начинает нам подсказывать, и потом в дальнейшем, по мере того, как он растет, как его надо нормировать и так далее, и так далее, он все это подсказывает. И все, что нам надо, это просто увидеть то, что он нам говорит, и услышать. Услышать не в плане ушками, да, а предпринять правильные действия. И тогда все выращивание нам покажется легким и простым и будет в удовольствии. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. Также я оставлю ссылку на плейлист по проращиванию черенков, по высадке их и по уходу, где, в общем-то, все моменты, наверное, на 200, а может и на 300% рассказаны и разжеваны. И до новых встреч!